Скажи, а что у тебя с МГУ такое происходило? Там какие-то проблемы у тебя были с МГУ? У меня нет у этого МГУ и проблемы с МГУ. А какие проблемы? Нет, ну что МГУ? МГУ, если ты истфак имеешь в виду. Ну да, естественно. Но истфак МГУ был создан Сталином. Сталин в 1934 году, когда он от Коминтерна, христианства, перешел к другому христианству, к православию, к патриотизму. И нужно было организовать патриотизм. Послали ребят, они организовали. Я когда шел на истфак, наивный мальчик. Я обожаю историю, занимаюсь историей с детства. Все, истфак это такое здание. Оно, правда, потом выяснилось, что это брошенные гостиницы, где истфак располагается. А на учебниках было для битурентов вот этот штучек такая, красивая высотка сталинская, которая внутри выглядит как гроб без музыки. Там клопы бегали. Ну я, в общем, клопы, тараканы, то, что там бегали на истфаке, это меня не волнует, потому что я о высоком думаю, для меня это мелочи. Но когда я выяснил, что там это же, оказывается, дети блатных, и блатные, и эти все, и дети идеологов, КПСФ, все это, вот сейчас я тебе скажу, и зрители упадут на месте, со стульев упадут. Как ты думаешь, кто зам декана по научной части, кто определяет науку на истфаке сегодня, в 2013-14 году? Кто? Кто, Женечка? Лира Степановна, да, Лира Степановна, кажется. В общем, Леонова. Раньше она заведовала, как ты думаешь, какой кафедрой? Чем она занималась? Марксизмом, левинизмом и КПСС. Она закончила истфак, ну вот современный ученый, кто наукой заведует, как ты думаешь, когда, она закончила истфак в 1953 году, год смерти Сталина, а защитила кандидатскую по КПСС в 1965 году только. То есть она всегда была как цербер на идеологии. Это такой проверенный железобетонный цербер на идеологии. Она зав, заместитель декана по научной работе. Декан, замечательный Карпов, византинист, сейчас мыслит басилевсом, то есть Византия, опять Византия, все нормально. Сейчас открыли в итоге кафедру истории церкви. Ну, все-таки церковь, это часть истории, замечательная, хотя, я считаю, у нас есть общие курсы, где все проходит. Ну, хорошо, отдельно, значит, отдельно. Надо распилить, значит, надо распилить. Ну, я думаю, ну, церкви разные ведь есть, там, иудеи, христиане, претестанты, ислам. Все. Все есть. Нет, церковь, это только наша. Истфак, наука бывает только нашей наукой на Истфаке. Все, заведует историк, нет, заведует экономист. А какой экономист? Я открываю список работ, ой, мать моя женщина, ради меня обратно, там одни православные работы. То есть нормально все. Так, идем дальше. Теперь диплом. Вот это то, что диплом. Я уже потом выяснил, когда поступил, что иметь диплом Истфака, это значит точно себя не уважать, и значит, что ты согласился с системой, когда Лира Степановна с 1953 года тебе говорит, что писать. Ну, окей, но я же тогда это не понимал, постепенно все шло. Я честно написал диплом, даже не просто диплом. Я единственный студент, кто опубликовал за всю историю Истфака монографию, больше 400 страниц на научных источниках, которая стала потом бестселлером, я ее опубликовал, еще будучи на пятом курсе в середине. И я говорю, вот диплом, я принес монографию. Они говорят, первое, замечательно, они же ненавидели меня за свободу. А и так, значит, мне так, ну-ка, нам не подойдет монография, нам нужно, чтобы вы это в папочку обернули. Снимите обложку, оберните, у нас в папочках дипломы подают. Я снял обложку, обернул в папочку. А и так, у нас дипломы, это 100 страниц, не больше. Давайте одну любую главу выберите, уберите. Я вырезал главу, распечатал, в папочку сдал. А, кстати говоря, оппонентов нет, потому что я занимаюсь темой Наполеона, у нас нет специалистов по Наполеону, так что это фикция. Любой диплом, в принципе, фикция. Все защитили 160 человек, сейчас мандаринами торгуют. Ни один не стал историком, один я. И они назначают неделю дипломной сессии. У меня за два месяца висит везде афиша, потому что я еще, и ты знаешь, у меня хобби, я тенорю, пою. У меня висит афиша, у меня концерт, 1 июня 2004 года, концерт. Зал снят, зрители купили билеты, все ждут, камеры стоят, все есть. Я готовлюсь, это ответственность, это арии в 22 года, петь оперные арии, помимо всего того, что я делал, да. И эти подонки мне на 1 июня ставят в защиту диплома на время концерта. И все недели, когда было возможно. Отменять здесь, это себя не уважать, это играть с шулерами. Понимаешь, это играть, это как выбор, это играть с шулерами. Я не пошел. Более того, я даже не забрал у них аттестат школьный. Мне это ничего не нужно для того, чтобы иметь имя во Франции, в Италии как ученого-историка, как режиссера. Не нужно. Назови, кто сейчас русский историк у любого прохожего. Чего называют фамилию? Сидорова, Иванова, который там негодяя мне просили вырвать главу из книжки. Нет, мою фамилию назовут. И, более того, потом на НТВ у Лены Ханги была передача с моей книжкой, все и так. Эти перепугались. Ой, стало ползти слухи, что у меня нет диплома. У человека, который опубликовал монографию, нет диплома. Это значит, не выдал из факта. Это же что ж такое? Это же как называется? Что за подонство? Все. И мне звонит, я не знаю, кто это диспетчер, или как она называется, или что там звонит. Евгений, а почему вы не приходите за дипломом? Я говорю, минуточку. Я не защищал диплом. Ты сказал, нет, ну как? Ну вот у меня же лежит ваш диплом. Придите. Я говорю, нет, ребятки. Я с шулерами не играю. И вот пусть на вашей совести это останется. То есть, вообще, если бы было при совке, я бы имел запрет на профессию. А сейчас у них зубки, так сказать, обломанные короткие, ручки. Да, что-либо делать. Зато сейчас Сергей Павлович Карпов, очаровательный. Вот мы встречаем 14 июля традиционно на дне взятия Бастилии во французском посольстве, куда приглашают известных людей из России праздновать. Да, все и... Он встречает все. Ой, вы такой замечательный, известный, медийный, замечательный, как хорошо. И говорит, это наш выпускник из ТФАК. Понимаешь? Наш выпускник из ТФАК. И рядом, кстати, фотографируемся. Что ж... Вот тебе твоя Россия и вот тебе твоя идеология. Ну, что я тебе хочу сказать. Уважаемые телезрители, подходит к концу, вернее, уже подошел к завершению, к своему циклу «Драматургия и истории» с Евгением Панасенковым. Сегодня была последняя программа вот второй части. Мы сняли в общей сложности 20... Значит, а в 11... 11 плюс 13... Это 24 программы. Вот 24 программы за весь цикл. Ну, давайте дадим Евгению сейчас какой-то перерыв. Может быть, через некоторое время, через три месяца, через два, а может быть, и совсем сразу. Но если ты не найдешь ночной повод в Питере, я, конечно, приеду. Он вернется к нам без всяких поводов и продолжит общение с теми телезрителями, которые или его любят, или его ненавидят, что, в общем-то, одно и то же по большому счету. Одним словом, спасибо Евгению за «Драматургию и истории». Можно соглашаться, не соглашаться, но, конечно же, интересно то, что он рассказывает, и есть что обсудить вместе со своими коллегами, вместе со своими друзьями, просмотреть на наших интернет-ресурсах заново те программы, которые, может быть, вы не видели ранее. Поэтому желаю вам всяческого увлекательного путешествия в драматургию и истории и добра, счастья, любви. Женя, кстати, к тебе это тоже относится. В первую очередь.